Пьесы Дмитрия Богославского, проставника новой хвали белорусской драматургии, ставят навод за межой. Режиссер Дзянис Федоров познайомил Брестка-гледача с творчостью драматурга у своей интерпретации. Наш театр ставит постановку Дмитрия Богославского, драматурга, которого очень много ставят за рубежом. Это хорошая пьеса, это качественная драматургия, это драматургия проверенная, она уже много раз ставилась. И мне интересна эта история, эта история мне близка. Мы всем театром бросили все свои силы, вот и в этих сложных условиях репетировали, репетировали в масках, ходили в отпуск, еще как-то. Все для того, чтобы сделать эту постановку и прийти сегодня на диалог со зрителем, так скажем. Постановка складается с двух дей, якие уявляют собой сон. И он рассказывает о потаемных переживаниях человека, об страшных усведомлениях того, что чужая душа потемки. Все, от одзения актеров и до декораций, створала особистую атмосферу спектакля. Новый театральный сезон распочался после протяглого перепынку, тому для брестских театралов пьеса стала дохочеканной падзеей. Очень счастлива, что наконец-то открылся театральный сезон. И особенно я рада быть на постановке Дениса Федорова. Это наш молодой брестский режиссер. Очень вдохновлена на самом деле, потому что в театре не была уже с апреля. Я заядлый посетитель театральный, очень люблю это дело. С Дмитрием Богославским я даже лично знакома. Была на нескольких его читках, на нескольких его спектаклях. У Липени Брастовчанчика есть еще одна премьера. Не покидаемая не у постановцы Александра Козака. До конца месяца театр будет працавать в звычайном режиме. За тем, после отпочинку, трупа вернется на сцену у Вересни. Катерина Розанович, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания Брест.